Новости за 12 августа. Основная новость идет о падении рубля до сотки и дальше, видимо, будет падать. По поводу падения рубля, то есть рубль сейчас 100 за доллар, ребята, вот дожили мы до исторического момента. Естественно, я считаю, что рубль, значит, роняет у нас правительство, и оно рубль роняет, когда ему нужны деньги. Потому что в рублях же идут пенсии. Вот если, допустим, у них рубль два раза упал, еще Путин это объяснял еще в 2014 году, помню. Если рубль с них два раза упал, то значит, они пенсии реально платят в два раза меньше, потому что у них все равно там все в долларах, на самом деле, подлинные расходы. Первый раз у нас рубль упал в 2014 году, когда были нужны деньги, естественно, на Крым и на Донбасс. Теперь рубль упал, что это значит, что Путину нужны деньги, и, вероятно, деньги нужны на это самое наступление. Вот они вводят уголовное ответственное заклонение от мобилизации, роняют рубль, собирают там срочные средства. Видимо, в сентябре, в октябре, может быть, в ноябре они будут штурмовать Украину. В последний бой пойдут. Ну, видимо, то есть, вот основные у нас события будут осенью. Теперь уже. Наши несчастные. Сибирское движение, хоть и преследуется живое, сделали наши ребята, студенты, очередную озвучку на сибирский язык. И девочка у нас есть, Лара там поёт тоже. И навигатор поёт тоже наш, старый участник нашего движения. Есть ссылка по клипу, по-моему, нормально на сей раз у них получилось. Такая весёлая детская песенка на сибирском языке. Ссылка в описании клипа, можно туда сходить и послушать её. Смотрел я новости, смотрел лекции «Экология города» и буду ещё их смотреть. Их так очень маленькими порциями смотрю, иначе они не запоминаются, сливаются. Как Магомед говорил, Коран надо читать маленькими кусочками, а то не запомнишь. Ну ладно, вот что у нас тут, кстати, по этой схемке. Самые загрязнённые города у нас всё-таки это Сибирь. Норильск, Новокузнецк, потому что там производство серьёзное. Вот тут Воркута, всё это очень загрязнено. Ну, конечно, сюда Урал ещё входит. Череповец печально знаменитый, конечно, никуда не делся. Азбест. Тоже Азбест – это север, Азбест – это Мурманск. Так что вот вся та же система, что север задыхается во всякой грязи, а это чёрная металлургия. Ну, основное, конечно, загрязнение – да, вот металлургия. Цветная, топливная, чёрная, немножко топливная промышленность тоже неплохо загрязняет. Вот, то есть в Сибири сейчас крупные индустриальные металлургические центры, и, соответственно, вот из вот этого списка городов, наверное, более половины – сибирские. По поводу Парижской коммуны, про которую недавно был обзор, посмотрел ещё фильм Ярослав Домбровский, польский фильм про Парижскую коммуну, но больше, конечно, про Домбровского. Значит, Домбровский – один из лидеров восстания 1963 года, он там был на левом фланге. Причём, что интересно, Домбровского до восстания посадили в тюрьму, и он восстанием руководил из тюрьмы. Вот, короче, в Варшаве он там сидел в тюрьме, и через различных людей он был одним из таких реальных лидеров восстания. Насколько там в Польше все поддерживали повстанцев, что он в тюрьме сидел, и то никак не могли контролировать его переписку. Там, видимо, было множество людей, которые, рискуя собой, переносили письма от Домбровского. Но это там смешано. Сначала там с коммуны начинается, потом Польша, потом снова коммуна. Вот, кстати, поляки вербуются в коммуну. Они там в первый день восстания пришли, предложили свои услуги, что у них есть военный опыт. Домбровский, он вообще-то офицер по специальности. И вот они этот вопрос обсуждают с коммунармией. Из наших актёров там Калягин классно играет жандарма. Вот он, Калягин в роли жандарма, пытает Домбровского. Домбровский там говорит по-русски довольно много. Ну, с русскими, конечно, с французами по-французски и с поляками по-польски. Фильм о трёх языках идёт. Ну вот у нас Домбровский, генерал коммуны на баррикадах. В конце его героическая гибель. Весь фильм Домбровский говорит, что французская революция приведёт и к польской. Кстати, соответствует исторической реальности. Эти все французские революционеры сочувствовали Польше. Когда они официальной речи говорили, Парижской коммуны, они утверждали, что всемирную революцию будут делать. Естественно, всемирная революция предполагала освобождение Польши. То, что за освобождение Польши на Западе практически все выступали. Хоть либералы, хоть анархисты, хоть марксисты. Ну и надо сказать, что сочетается тут социальное и национальное, о чём я много говорю про XIX век, что тогда они это не различали. Даже Бакунин говорит, что эти задачи у нас единые. То есть вот освобождение славян от гнёта немцев и всемирная левая революция, это в принципе одна и та же цель, говорит Бакунин. Ну здесь в фильме тоже вот этот Домбровский показан, во-первых, как истинный поляк, конечно, совершенно чёткие национальные черты и в то же время подлинный такой революционер. Вот со всем жаром таким поляка, со всей честью и совестью он предан делу мировой революции. Вот такой вот позитивный и в то же время национальный образ. 1975 год, довольно тихий. По-моему, снимать про таких революционеров, тем более националистов, было опасно, вот тем не менее сняли. Наши там актёры есть и неплохо так вписываются. Там есть хорошие русские, там много русских, которые действительно участвовали в восстании, в фильме это показано. То есть там не один жандарм Калягин, там русские помогали бегству, они организовали бегство, кстати, Домбровского. Там они показаны, что есть, действительно сочувствуют Польше. Такого какого-то фашизма какого-то там нет, конечно, но национализм в Польске, конечно, присутствует. Вот. Я думаю, что хоть на первый фильм будет походить, что какие-то там шутки будут, еще бессвязнее, еще глупее, чем первый Каха. Ну, в общем, там тупой стёб над мелкими кавказскими уголовниками, их сленгом, там, идиотским поведением, ну, уж совсем тупой. Превосходит тупость даже путинских фильмов про Вторую мировую войну. Тем не менее, этот Каха довольно раскрученный. Ну, как обычно, вот, говно везде пихают. Ну, и вот, чтобы бренд поддержать, у них там, они же в основном ютубщики, это же они сначала на ютубе раскрутились, это тот самый Каха. А теперь они уже делают полнометражные фильмы, вот у них деньги есть, то есть на ютубах раскрутиться можно у нас. Сериал «Разрешите обратиться», разрешите обратиться, сериал из онлайн кинотеатров, то есть снят в такой клиповой манере, с юмором, с рывками, ну, про честного мента. То есть типичный путинский сюжет про честного мента, вот этот вот мент как раз честный, реализуется в манере интернет-сериала. То есть краткие серии, как клипы, да, быстрая смена кадров. Тем не менее, пока они умудряются, и быстрая смена кадров, но хорошо сюжет понятен. Вот это все-таки овладели этой манерой клипового кино наше, надо сказать. Потому что, когда они владеют, то меняются кадры, такой стимизм, что непонятно, что происходит, тут понятно. Неплохой юмор, динамичная музыка, в общем, хотя про классового врага, но смотреть интересно, да. Вот такой молодежный фильм про ментов от Грохоли, думаю, что он достоин упоминания. Ну, у меня пока все. Где-то вот планирую два раза в неделю сейчас с этими новостями выходить.